Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами вновь окунемся в волшебный мир поэзии. Посмотрите на репродукции следующих картин. Это знаменитые русские художники Исаак Левитан, Иван Шишкин и Виктор Юшкевич. Посмотрите внимательно на картину и подумайте, на какую тему были созданы эти произведения. Верно, ребята, все эти произведения посвящены красоте, волшебному миру леса. Верно, посмотрите, сколько различных красок использовали художники и как достоверно смогли передать красоту леса. Значит, тема сегодняшнего урока – это лес. Красота леса вдохновляла не только художников передавать красоту доступными им средствами. Красота леса вдохновляла и композиторов, и писателей, и поэтов передать доступными им средствами красоту природы леса. Одним из этих поэтов был русский поэт XIX века Иван Савич Никитин. Он посвятил очень много произведений природе леса. Был он немного болезненным человеком и часто отправлялся в лес, чтобы красота леса помогла ему восстановить здоровье. Посмотрите, насколько сильное влияние имела природа на человека. Давайте познакомимся с этим стихотворением. «Шуми, шуми, зеленый лес, знаком мне шум твой величавый, и твой покой, и блеск небес над головой твоей кудрявой». Давайте подумаем, как вы думаете, ребята, как относился поэт к лесу? Обратите внимание на его обращение. «Шуми, шуми, зеленый лес». Он обращается с ним на «ты», он обращается к нему как к своему другу. Верно, ребята? Вот посмотрите, как поэт относится к лесу. На этот вопрос мы ответили так. «Он относится к лесу как к своему другу». А теперь обратите внимание вот на это слово «величавый». Давайте попробуем подобрать синонимы к слову величавый. То есть надо подумать, какой смысл вкладывал поэт в это слово. То есть величавый – это означает гордый, могучий и царственный. Давайте перейдем ко второй страфе этого стихотворения. «Я с детства понимать привык твое молчание немое, и твой таинственный язык, как что-то близкое, родное». Давайте обратим внимание на первую строчку. «Я с детства понимать привык». Мы понимаем, что поэт с детства часто ходил в лес, и с детства он понимал и близко воспринимал к сердцу красоту природы леса. «Твое молчание немое, и твой таинственный язык». Давайте подумаем, а что означает слово «таинственный язык». Верно, ребята? То есть таинственный язык – это, скорее всего, звуки леса, звуки, которые издает лес. Это и хруст сломанной ветки, это и звуки животных, звуки птиц, звук листвы, которая шевелится. И поэт воспринимал эти звуки как слова. Перейдем к третьей страфе стихотворения. «Как я любил, когда порой краса угрюмая природы, ты спорил с сильной грозой в минуты страшной непогоды, когда больших твоих дубов вершины темные качались, и сотни разных голосов в твоей глуши перекликались». Давайте подумаем внимательно, как вы думаете, в какую пору описан лес именно в этой строфе. Правильно, ребята, во время грозы. Да, вот посмотрите, краса угрюмая природы. То есть в лесу перед грозой, скорее всего, наступает как бы темнота, все становится угрюмым, но и в этой угрюмой природе поэт умел видеть красоту. «В минуту страшной непогоды, когда больших твоих дубов вершины темные качались, и сотни разных голосов в твоей глуши перекликались». Ребята, скажите, как вы думаете, какой характер приписывал поэт лесу? Верно, он приписывал ему гордый, непокорный характер. Подумайте, найдите в этой страфе, каким глаголом описывает поэт, как лес боролся с непогодой. Верно, ребята, это глагол «спорил». То есть поэт хотел сказать, что какая бы ни была сильная гроза, лес обладает силой и могуществом, чтобы спорить с такой сильной стихией, как гроза. Теперь давайте обратим внимание, какие знаки припинания использовал поэт в этом стихотворении. Посмотрите, здесь очень много каких знаков, как они называются? Верно, это запятые. Давайте прочитаем стихотворение про запятую. «Хоть я лишь маленькая с хвостиком, невелика я ростиком, но я в грамматике нужна и всем для чтения важна». Ребята, в чем нам помогают запятые? Запятые помогают нам при интонации. То есть, если стоит запятая, мы понимаем, что в этой строке, в этом предложении мы должны использовать перечислительную интонацию, интонацию перечисления. А теперь давайте вспомним, в каких случаях мы используем эту интонацию. Давайте посмотрим на первую страфу этого стихотворения. «Шуми, шуми, зеленый лес, знакомь мне шум твой величавый». Вот первая запятая, первая запятая. «И твой покой, и блеск небес над головой твоей кудрявой». И вот здесь тоже есть запятые. «Да». Только лишь вот эта запятая, ребята, имеет другое происхождение. Эта запятая стоит при обращении. То есть, поэт обращается к зеленому лесу, а мы знаем, что обращение выделяется запятой при письме. Давайте мы с вами рассмотрим причину постановки запятой вот в этих трех случаях. «Шуми, шуми, зеленый лес». На прошлом уроке вы прошли, что такое однородные члены. Мы с вами знаем, что однородные члены – это слова, это члены предложения, которые относятся к одному и тому же слову и отвечают на один и тот же вопрос. То есть, «лес, шуми» и еще раз «шуми». То есть, они отвечают на один и тот же вопрос, являются однородными членами. Давайте дальше посмотрим. «Величавый». Тут стоит вопрос. «Знаком мне шум твой величавый и твой покой и блеск небес». Давайте посмотрим, какие слова связаны со словом «знаком». «Знаком что?» «Знаком что?» «Шум», «еще что?» «Покой» и еще «блеск». Верно, ребята. Все эти три слова связаны со словом «знаком». А теперь давайте посмотрим на вторую строфу. «Я с детства понимать привык твое молчание немое и твой таинственный язык, как что-то близкое, родное». Давайте обратим внимание теперь на вторую строфу и посмотрим. В этой строфе у нас запятая между словами «близкое» и «родное». К какому они слову относятся? Верно, к слову «что-то». «Что-то какое?» «Что-то близкое» и «что-то родное». То есть оба этих слова отвечают на один и тот же вопрос и относятся к слову «что-то». Значит, мы с вами выяснили, что все эти слова являются чем? Верно, ребята. Они все являются однородными членами. А вот теперь давайте посмотрим причину постановки с запятой. Вы знаете, что при в устной речи однородные члены выделяются интонацией перечисления. А как мы их выделяем? При письме. Здесь существует несколько правил. Ребята, в зависимости от того, как построено предложение с однородными членами, меняются правила расстановки знаков припинания. Давайте посмотрим на схему расстановки знаков припинания при однородных членах. Если между однородными членами стоит союз И, единичный союз И, то запятая не ставится. Если между двумя однородными членами или тремя однородными членами не стоит союз, тогда однородные члены должны выделяться запятой. Обязательно между однородными членами стоит запятая перед союзами А, но, да. Значит, мы делаем вывод, что перед союзом И запятая не ставится, перед единичным союзом. А перед союзами А, но и Да обязательно нужно поставить запятую. Перед повторяющимся союзом И, то есть если перед каждым однородным членом использован союз И, то между ними обязательно нужно ставить запятую. Еще запятая ставится между парами однородных членов и между которыми стоит союз И. Например, красивый и высокий, умный и хороший. То есть между ними, если где нету союза И, между ними должна стоять запятая. Запомните эти схемы и теперь применим полученные знания при выполнении упражнений. И выполним упражнение 62 из вашего учебника на странице 35. Спешите, поставьте запятые между однородными членами. Давайте проверим первое предложение. Поля, луга, рощи, леса покрылись зеленью. Давайте посмотрим, хотим мы того или не хотим. Мы сразу эти слова произносим с перечислительной интонацией, потому что перечисляется все, что покрылось зеленью. Поля, луга, рощи, леса покрылись зеленью. Давайте расставим запятые. Значит, между словом поля и луга нет союза И, значит ставим запятую. Между словом луга и рощи тоже нет союза. Рощи и леса тоже нет союза. А вот здесь уже запятую мы не ставим, потому что покрылись это уже не однородный член. И поэтому между словом леса и покрылись запятая уже не нужна. Перейдем ко второму предложению. От дома, от деревьев побежали длинные тени. Здесь, ребята, повторяется не союз, а предлог. Но если он повторяется, опять-таки требуется запятая. Значит, от дома, от деревьев побежали длинные тени. Лес, поле и деревня осветились солнцем. Мы видим, что между этими однородными членами союза нет, поэтому требуется запятая. А вот между этими двумя однородными членами есть союз И, и поэтому запятая не требуется. Молодцы, ребята, вы очень хорошо справились с заданием. Перейдем к следующему заданию и выполним упражнение 64 на той же странице. Ставьте пропущенные буквы и расставьте знаки припинания. Спешите. Давайте сначала расставим пропущенные буквы. Для этого мы с вами должны вспомнить правила. Правила проверки безударных гласных словах. В некоторых местах воду для питья берут из рек, озер, колодцев. В слове «местах» пропущено гласное. Мы произносим «местах», слышим звук «и». Как ее проверить? Правильно. Надо подобрать однокоренное слово, чтобы на эту гласную падало ударение. Однокоренное слово «место». Верно, ребята? И под ударением мы слышим гласную «е». Следовательно, вместо точек мы поставим пропущенную гласную «е». Воду для питья. Какую букву нужно вставить в это слово? Верно, ребята, молодцы. Здесь требуется разделительный мягкий знак. Из рек, озер и колодцев. Давайте теперь обратим внимание, есть ли в этом предложении однородные члены. Правильно, ребята. Однородные члены из рек, озер, колодцев. Между этими однородными членами нет союза, следовательно, требуется запятая. Перейдем ко второму предложению. Эта вода не всегда чистая. Пропущено гласное. Здесь мы слышим гласную «а». Это вода. Давайте вспомним правила проверки. Надо изменить слово так, чтобы безударное гласное стало ударной. Вода – проверочное слово. Верно. Воды. Под ударением мы слышим гласную «о», а мы с вами знаем, что корень в однокоренных словах пишется одинаково. Следовательно, и в этом слове тоже нужно написать букву «о». Есть ли в этом предложении однородные члены? Верно, ребята? Нет. Перейдем к следующему предложению. В реке полощут белье, купаются люди, животные. Давайте сначала вставим пропущенную букву. В реке мы произносим звук «и», но при проверке подбираем однокоренное слово «реки». Под ударением мы слышим звук «э», следовательно, мы должны его передать буквой «е». А теперь давайте проверим однородные члены. В реке полощут белье, купаются люди, животные. В этом предложении две пары однородных членов. То есть в реке полощут белье, а что еще делают? Купаются. Верно. А купаются кто? Люди. И здесь можно было бы и вставить «союз и», но «союз и» пропущен, следовательно, на его место мы должны поставить запятую. В реку стекает грязь дорог, мостов, фабрик, заводов. Давайте сначала вставим пропущенные буквы. Стекает. От какого слова произошло это слово? То есть подберем однокоренное слово. Правильно. Течь. Под ударением мы слышим звук «э», передаем его с помощью буквы «е». «Мостов», проверочное слово, мост. Под ударением слышим «о», и в это слово мы вставляем букву «о». А теперь давайте проверим, есть ли в этом предложении однородные члены. Верно, ребята. Здесь несколько однородных членов. В реку стекает грязь, с дорог, мостов, фабрик и заводов. То есть грязь с чего? С дорог. Еще с чего? С мостов. Еще с чего? С фабрик и заводов. То есть между однородными членами нет союза «и», и поэтому здесь требуется запятая. В открытые колодцы попадают пыль, сор, грязь. Заметили? Молодцы, ребята. В этом предложении тоже есть однородные члены. То есть попадает что? Пыль. Еще что? Сор. И еще что? Грязь. Молодцы, ребята. Вы очень хорошо справились с заданием. А теперь домашнее задание. Выучите стихотворение Никитина «Лес наизусть» и выполните упражнение 63 на странице 35. Ребята, используйте правила при выполнении заданий, и у вас все получится. До свидания, ребята. Здравствуйте, ребята. Мы на уроке математики. Тема нашего урока – решение задач «Метод логического выбора». Сегодня, ребята, мы с вами будем решать задачи с помощью логического выбора. Давайте рассмотрим, ребята, список способов решения задач. И мы увидим на второй строке, ребята, логический выбор – один из способов решения задач. А теперь, ребята, перейдем к самой задаче. Внимательно ознакомимся с ней. Гусейн, Али и Эльмир перепутали, ребята, свои шапки и шарфы. Ни один из них не надел ни свою шапку, ни свой шарф. Ни одна из надетых шапок и шарфов не принадлежит одному и тому же человеку. Известно, ребята, что Гусейн надел шарф Али. Установите, чей шарф и чью шапку надел каждый мальчик. Переходим, ребята, к первому этапу решения задачи. Он называется «Читаем-понимаем». Что известно нам, ребята? Мы знаем, что три мальчика – Гусейн, Али и Эльмир – перепутали свои шапки и перепутали свои шарфы. Что известно, ребята? Ни один из них не надел ни свою шапку, ни свой шарф. Ни одна из надетых шапок и шарфов не принадлежит одному и тому же человеку. Известно, что Гусейн надел шарф Али. Вот это последнее предложение, ребята, и будет для нас ключевым. Известно, что Гусейн надел шапку Али. А что же нам нужно найти, ребята? Кто надел чей шарф и чью шапку? Переходим, ребята, к следующему этапу решения задачи – к решению. Итак, ребята, мы с помощью таблицы попробуем решить задачу методом логического выбора. Вы видите, с левой стороны у нас есть строка «шарф» и строчка «шапка». Далее, ребята, с правой стороны у нас имена наших героев – Гусейн, Эльмир и Али. И вы помните, я сказала, что ключевой фразой будет «что?» Правильно, ребята, что Гусейн надел шапочку Али. Далее, ребята, думаем, если Гусейн надел шапочку Али, а свою шапочку одеть он не мог, свой шарф он тоже надеть не мог, Значит, чью шапку он одевает, ребята? Он надевает, ребята, правильно, шапочку Эльмира. Теперь переходим к Эльмиру. Эльмир не мог надеть, ребята, ни свою шапочку, ни свой шарф. Шарфик Али уже занят, значит, он одевает шарфик, ребята, Гусейна. Правильно, а если он одевает шарфик Гусейна, ребята, то какую шапку он надевает? Абсолютно верно, ребята, шапку Али. Теперь переходим к самому Али, ребята. Нам известно из условия задачи, что Али не мог надеть ни свою шапку, ни свой шарф. Если, ребята, шарфик Али и Гусейна заняты, значит, Али надевал чей шарфик? Правильно, ребята, он надел шарфик Эльмира. А если, ребята, он надел шарфик Эльмира, то значит, шапку он надел? Правильно, моя хорошая, Гусейна. Итак, ребята, если вы посмотрите на нашу таблицу, то вы увидите, что она соответствует условию задачи. Каждый мальчик, ребята, не надел ни свою шапку, ни свой шарф. Также, ребята, они не повторили шапку и шарф одного человека. И шапочки, и шарфики одеты разных людей, принадлежащие разным людям. Проверяем, ребята, правильно ли мы решили задачу. Каждый из ребят надел шарф и шапку других ребят. То есть решение нашей задачи. Верно. На странице 30, ребята, есть задача номер 2. Яшар, Гюнель, Джафар и Эльгар стоят в ряду. Джафар не стоит первым. Яшар стоит на четвертом месте. А Гюнель, ребята, стоит после Эльгара. В какой последовательности дети стоят в ряду? Давайте, ребята, рассмотрим и еще раз вспомним, как зовут детей. Яшар, Гюнель, Джафар и Эльгар. С помощью метода логического выбора, ребята, мы сейчас и будем решать эту задачу. Итак, ребята, по условию задачи Джафар у нас не стоит первым. Не стоит, ребята. Далее, Яшар стоит на четвертом месте. А вот тут ошибочка. У нас Яшар не на четвертом месте. Давайте, ребята, поставим его на четвертое место. Вот. Теперь правильно. Яшар стоит у нас на четвертом месте. Дальше, ребята. Гюнель стоит после Эльгара. Давайте посмотрим. Гюнель после Эльгара? Нет. Значит, давайте поставим Гюнель на место после Эльгара. Проверяем еще раз, ребята. Джафар стоит не первым, а он у нас первый. Значит, ребята, Джафар стоит не на своем месте. Давайте и его поменяем. Проверяем, ребята. Джафар стоит не первым. Правильно. Яшар стоит на четвертом месте. Абсолютно верно. Гюнель стоит после Ильгара. И это верно, ребята. Значит, в какой последовательности дети стоят в ряду? Читаем, ребята. Ильгар, Гюнель, Джафар и Яшар. Мы решили задачу, ребята, с помощью логического выбора. Переходим, ребята, к следующему заданию. На страничке 30 есть задача номер 3. Сумма трех различных трехзначных чисел равна 765. Найдите эти числа, чтобы одно из них, ребята, было наибольшим. Представим, ребята, решение задачи с помощью небольшой схемы. Перед нами, ребята, три слагаемых. Сумма равна 765. И каждая из этих трех слагаемых является трехзначным числом. В условии задачи говорилось, ребята, найдите числа так, чтобы одно было наибольшим. Если, ребята, одно из чисел, одно из слагаемых будет наибольшим, значит, другие, соответственно, должны быть, правильно, ребята, наименьшими. Давайте вспомним, какое трехзначное число является наименьшим, ребята. Абсолютно верно, 100. В условии задачи говорится, ребята, что числа были разные. Значит, использовать еще раз 100 наименьшее трехзначное число мы не можем. Следующее наименьшее число будет 101. Итак, ребята, мы взяли два наименьших трехзначных числа. А теперь, ребята, нам предстоит найти наибольшее. Каким образом? Если к нулю прибавили единичку и прибавили еще какое-то неизвестное число, получив 5, то какое это было число? Правильно, ребята, 4. А если, ребята, к нулю прибавили 0, прибавили еще неизвестное число и получили 6, то есть, правильно, ребята, это неизвестное было равно 6. Если к единичке прибавили единичку, то какое число нам еще нужно добавить, чтобы получить 7? Правильно, ребята? Это число 564. То есть, ребята, 564 является наибольшим среди данных трехзначных чисел так, чтобы сумма их составляла число 765. И записываем ответ, ребята. Ответ 100, 101, 564. Мы нашли эти три числа, сумма которых составляет число 765. С помощью логического выбора, ребята. Наш урок, мои хорошие, подошел к концу. Те задания, которые остались на страничках 30, вы можете выполнить самостоятельно. А я с вами прощаюсь, ребята. До новых встреч! Здравствуйте, дорогие ребята! Давайте узнаем с вами сегодняшнюю тему. И для этого рассмотрим с вами схему. Ею пользуются при проезде в транспорте, могут быть из бумаги и металла, являются ежедневной потребностью людей, в переводе на английский язык означает money. О чем мы с вами будем говорить? Правильно, ребята? Сегодня мы с вами будем говорить о деньгах. Нет в мире такой страны, где бы не использовались деньги. У каждой из этих стран есть свои денежные знаки и денежные единицы, которые отличают их от денежных единиц других стран. На национальных денежных единицах бывают изображения символов и признаков государства. Значит, на деньгах на лицевой стороне мы можем увидеть изображения видных государственных деятелей, исторических личностей, архитектурных памятников и другие символы. Деньги могут изготавливаться из специальной бумаги и металла. Турецкая лира в Турции, рубль в России. Американский доллар в Соединенных Штатах Америки является национальной денежной единицей этих стран. Помимо этого, иногда бывает так, что на территории нескольких стран может использоваться одна и та же денежная единица. Например, денежная единица под названием евро используется в 20 странах мира. Во всех этих странах купля-продажа проводится посредством евро. Но в давние времена, когда у людей не было денег, люди пользовались и обменивались товарами своего производства. Так стали дальше появляться товары, на которые равнялись все остальные товары. И стали появляться деньги, то есть чеканные монеты. Слово «монета» произошло от имени богини Юнона Монеты. В 269 году до н.э. в храме богини Юнона стали чеканиться первые серебряные динарии с изображением богини и ее именем. Впоследствии все места, где стали чеканиться монеты, стали называться монета. Английский вариант этого слова «минт», французский вариант «моне». От этого берет свое начало английское слово «мани», то есть деньги. Бумажные деньги впервые появились в Китае в 910 году. В нашей стране, ребята, национальной денежной единицей является азербайджанский монат. Азербайджанский монат имеет также свой знак. Зарплата работников, пенсии пожилых людей, стипендии студентов также осуществляется посредством азербайджанского моната. Помимо этого, коммунальные платежи и купля-продажа в магазинах осуществляются также национальной денежной единицей. Бумажные деньги, ребята, называются ассигнациями, а металлические – геопиками. На лицевой стороне ассигнаций могут быть изображены национально-духовные ценности Азербайджана, а на оборотной стороне – карта нашей республики. Если мы с вами рассмотрим ассигнацию в один монат, то можем четко рассмотреть национальные музыкальные инструменты, такие как тар, кяман-ча, бубен и нотный ключ. А на оборотной стороне у нас есть карта нашей республики и древние ковровые узоры. Если рассмотреть ассигнацию в пять монат, то на лицевой стороне мы можем увидеть древние книги, фрагмент государственного гимна, выдающихся азербайджанских писателей и буквы современного алфавита. А на оборотной стороне также можем увидеть карту Азербайджана и письмо, написанное древне-тюркским алфавитом. Также, ребята, ассигнация в 20 монат посвящена теме Карабаха. А теперь давайте с вами рассмотрим интересные факты о деньгах. Значит, раньше в Восточной Азии жалования и налоги долгое время уплачивались рисом. Дальше, пословицу «денег куры не клюют» употребляют в том случае, когда у кого-то очень много денег. А теперь давайте подготовьте тетради и ручки и приступайте к написанию предложения. На лицевой стороне национальных денег изображаются. Что, ребята, изображаются? Мы в начале урока с вами сказали, что на лицевой стороне изображаются символы и признаки государства. Символы и признаки государства. Дома, ребята. Также вы прочитайте из учебника страницы 27-29 тему «Наши национальные деньги» и письменно ответьте на вопросы. До свидания, ребята. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»